Всем привет! Меня зовут Данил, и вы на канале Teaching English Asia. И сегодня мы подробно разберемся, как получить рабочую визу во Вьетнаме, на моем примере, уже находясь во Вьетнаме. Я получил свой work permit в январе 2022 года, и для этого мне нужен был вот такой список документов. Итак, медосмотр я прошел, уже находясь во Вьетнаме. Это стоило мне 2 миллиона, почти 100 долларов. И Police Clearance Check я также сделал через агента, и это мне стоило около 50 долларов. Главным и обязательным условием для открытия рабочей визы это высшее образование, как минимум, бакалавра. Специальность может быть любой, но здесь имеются определенные условия. Если ваш диплом никак не связан с языками или педагогикой, вам необходимо, а, подтвердить свой уровень владения языком, и, б, подтвердить свою учительскую квалификацию. Чтобы легализовать и перевести диплом, я просто пошел в посольство, и мне это сделали на следующий день. Учительский сертификат TEFL, 120-150 часов, как минимум, вам нужен. И не каждый TEFL подойдет, потому что не каждый TEFL можно легализовать. Чтобы проверить, подходит ли ваш TEFL для легализации, если он уже у вас есть, перейдите по этой ссылке и напишите в поддержку. Лично я проходил TEFL на этом сайте, и 100% его можно легализовать для рабочей визы во Вьетнам. Тем не менее, если у вас уже есть TEFL, вы можете перейти на этот сайт и задать вопрос в техподдержку, можно ли его легализовать для рабочей визы во Вьетнаме. Многие также задаются вопросом, сложно ли сдать TEFL самому. Нет, это не сложно. Лично я сдал с первой попытки. Просто открывайте Google в соседней вкладке и задаете тот вопрос, который у вас есть. Примерно 70% ответов уже есть. То есть, это не будет проблемой. Далее нам нужно подтвердить свой уровень владения языком. Нужен уровень C1 или выше. То есть, в идеале, если у вас есть IELTS, его примут в любом случае. Также есть вьетнамский VSTAT. Также существует альтернатива. И это IFSET, бесплатный сертификат. У вас есть бесконечное количество попыток, так что вы пройдете его в любом случае на уровень C1 и выше. Я лично воспользовался этим способом. Но я слышал, что в Сайгоне, Хашимин, бывают отказы, потому что там нет listening и writing part. Наш диплом и сертификаты нам необходимо легализовать, перевести на вьетнамский язык и нотариально заверить копии. Чтобы легализовать и перевести диплом, я просто пошел в посольство, и мне это сделали на следующий день. По вьетнамским правилам необходимо легализовывать документ в стране выдачи, поэтому наш диплом TEFL и сертификат IFSET необходимо легализовать в посольстве Вьетнама в Лондоне. И для этого мы воспользуемся этим сайтом. Напишите в поддержку и оплатите свой заказ. Получив наши документы на руки, мы идем в нотариальную контору во Вьетнаме, где нам их переводят. С английского это можно сделать прямо в нотариальной конторе, с русского или украинского нужно сделать в посольстве. И далее, на следующий день, у нас уже будут нотариально заверенные копии. Имея на руках нотариально заверенные копии диплома, сертификатов TEFL и IFSET, можно подаваться уже на рабочую визу. Информация по визам и документам может меняться от месяца к месяцу, а также может зависеть от настроения конкретного иммиграционного офицера, который оформляет вам эти документы. Поэтому помните, если не получилось один раз, вы всегда можете попробовать у другого офицера во второй. Возможно, все сработает. Также помните, чем старше это видео, тем информация будет менее актуальна. К этому видео и задавайте все свои вопросы в комментариях. А также подписывайтесь на мой канал и мои соцсети. Ссылки будут в описании. С вами был Данил, канал Teaching English Asia. До скорого!